Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и вы на моем канале Сладкий Персик. Сегодня у нас на обзоре мой новый блендер, и честно скажу, это лучший блендер, который у меня был. Потому что с его помощью я могу не только взбить, измельчить и все прочее, что мы обычно блендером делаем, и я могу нарезать все продукты кубиками. А это значит, что на мою любимую окрошку теперь уходит буквально 10 минут. Ну, потому что в жару я окрошку очень люблю, а вот резать на нее продукты нет. Итак, блендер вот он. Он называется Brown Multi Quick 9. Полное название вот здесь, вот в титре. Обязательно смотрите обзор до конца, я все подробно расскажу и покажу, а в конце видео вас будет ждать промокод на скидку. Начнем с комплектации. У нас тут, собственно, сам блендер, то есть моторный блок, и к нему идут две погруженные насадки. Вот такая вот насадка с ножами и насадка-венчик. Я думаю, вы с ними уже все давно хорошо знакомы, но на всякий случай уточню. Ну, мало ли, вдруг у кого-то еще никогда не было блендера. Вот этой погружной насадкой с ножами мы можем что-то смешивать или измельчать. Например, суп-пюре или тесто для сырников. Ну, потому что раньше тесто для сырников всегда творог, точнее, для сырников протирали через сида. Сейчас вот их делать не нужно, достаточно пробить творог вот такой вот насадкой. Или вот посмотрите, как именно с помощью этой насадки мы готовили модный кофе с халвой. Кстати, все эти рецепты есть у меня на канале, обязательно посмотрите. Такая вот насадка-венчик нужна для того, чтобы что-то взбить или что-то размешать. Ну, например, в том случае, если тесто жидкое, как на блины. Или, например, можно быстро взбить крем для десерта. Дальше у нас есть вот такой вот мерный стакан для погруженного блендера. Ну, с ним все понятно, его можно использовать как стакан вот для этих вот насадок. Ну, удобно, что, например, приготовил смузи, здесь же оставил, накрыл крышкой и убрал в холодильник. Дальше. Вот эта маленькая чаша, вот эта. Это насадка-измельчитель объемом 500 мл. У нее в комплекте есть два ножа. Один нож для колки льда и второй для измельчения. Измельчать можно, например, орехи, овощи, сухофрукты или зелень. И самое важное, вот эта вот большая чаша. Это насадка для кухонного комбайна объемом 2 литра. Сейчас я возьму ее в руки и вам покажу. Вот она такая большая. У нее в комплекте тоже есть несколько ножей. Первый вот такой вот нож-измельчитель. Здесь можно измельчать все то же самое, что и в маленькой чаше, что я вам рассказывала. Плюс я здесь часто готовлю фарш. Вот такой вот крюк для теста. Очень интересной формы. Он нужен для того, если нужно быстро перемешать тесто без комочков. Ну, например, для шарлотки. Дальше одна из моих любимых насадок это вот такой вот нож-кубикорезка. Он двухсоставной. И для него же есть вот такой вот толкатель-очиститель. Мы были просто в восторге, когда попробовали с его помощью нарезать первый раз окрошку. Это просто вау, как круто. Все заранее сварил, остудил и потом просто стоишь и просто, просто. Как много слова просто. Все заранее сварил, остудил и потом просто стоишь и нажимаешь кнопку на блендере. И все. Еще очень удобно, что у комбайна большая чаша. Я напомню, 2 литра. И поэтому можно сразу приготовить много окрошки или салата. На Новый год именно в ней я буду резать оливье. Дальше у нас есть насадка для тонкой нарезки и насадка для крупной нарезки. С их помощью тоже можно легко и быстро нарезать, например, салатик. Только не кубиками, а слайсами. Соответственно, крупными и поменьше. Дальше две насадки для измельчения. Тонкая и крупная. Я их использую вместо терки. Очень удобно, особенно когда нужно измельчить не 20 грамм пармезана для пасты, посыпать, а какую-то приличную порцию продукта. Больше всего в готовке я не люблю пользоваться теркой, кстати. Поэтому эти насадки у меня всегда в ходу. И еще в комплекте есть насадка для нарезки соломкой. Так, чуть не забыла, еще есть вот такой вот диск для картофеля фри. Ну, где все понятно. Ну что, я вам про комплектацию все рассказала и наглядно показала, как это выглядит. И теперь еще важная информация про блендер, которую нужно знать перед покупкой. Во-первых, это мощность. Если вы собираетесь приобрести блендер, то обязательно обращайте внимание на мощность. Потому что слабый блендер вам не то, что лед не сможешь наколоть или фарш сделать, он просто в это время может сгореть. В комментариях иногда читаю, готовил фарш в блендере, а теперь он не работает. А все потому, что ваш блендер для этих задач просто не подходил. У этой же модели мощный мотор, 1200 ватт, и он справится с любыми продуктами. Поверьте, я сама проверяла. Я часто и для себя готовлю, и снимаю рецепты, поэтому слабый блендер на моей кухне просто не выживет. Второе. Здесь есть три скоростных режима. Низкая скорость для каких-то мягких продуктов, ну, например, для суп-пюре. Высокая скорость для твердых продуктов, ну, например, для того, чтобы замесить орехи или морковку. И импульсный режим, который подходит для колки льда. Режим выбираем вот тут, вот тут. А еще скорость можно выбрать вот этой вот серой кнопкой, просто регулируя силу нажатия на нее. И третье. Здесь есть движущиеся ножи. Эта технология называется Active Blade. Она нужна для того, чтобы на дне чаши не оставались неизмельченные продукты. Надеюсь, я все максимально подробно вам рассказала, и вопросов у вас не осталось. А если вдруг все-таки они есть, обязательно задавайте их в комментариях. И специально для тех, кто досмотрел это видео для конца. Большое вам спасибо, вы мои конфетки. И вот для вас обещанный промокод на скидку. Обязательно воспользуйтесь этим предложением, потому что блендер, правда, очень хороший. Промокод и ссылку на официальный сайт Браун для вашего удобства я также оставила в описании к этому видео. Ну что, я всех обнимаю и всем пока!